Друзья, приветствую всех! Вот такая вот мотивация с Мальдив у меня еще осталась для вас. Добро пожаловать в рубрику Советы миллионера. Сегодня будут не совсем советы, можно сказать, сегодня будут рассуждения миллионера. Так что устраивайтесь поудобнее, досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Поговорим мы сегодня на тему путь или результат. Как задают этот вопрос? Что важнее? Путь или результат? Может быть я не до конца еще понимаю этот вопрос, но мне кажется, если мы говорим о пути к успеху, это вообще неправильный вопрос. Вообще неправильный вопрос, потому что результат это и есть путь. Результат это просто конечная точка всего пути. Понимаете? Вот я так считаю. Нужно задать вопрос по-другому. От чего ты кайфуешь больше? От результата или от пути? Но этот вопрос уже, можно сказать, теряет смысл. Понятное дело, от всего пути ты кайфуешь больше. Смотрите, если результат это конечная точка пути, то если спрашивать, от чего ты кайфуешь больше, от конечной точки пути или от того пути, который был до этой конечной точки, понятное дело, ты кайфуешь больше от всего пути. Давайте представим, что вот на пути у вас было 99 наслаждений. А результат это вот сотое наслаждение. Это одно наслаждение. Одно наслаждение. И вот от чего ты будешь кайфовать больше? От одного наслаждения или от 99 наслаждений? Давайте я вам расскажу все на своем примере. Возьмем путь к миллиону долларов. От чего ты кайфуешь больше? От самого миллиона долларов или от пути? Понятное дело от всего пути. Потому что когда я шел к миллиону долларов, я радовался первой тысяче баксов, потом десяточки, потом соточки, потом у меня было 200 тысяч долларов, потом 300, потом 500. И вот так вот я дошел до миллиона, самого миллиона я даже не заметил. Я вообще ему, можно сказать, не радовался, потому что я его не заметил. Я потом, когда сел, посчитал. У меня уже было там миллион сто пятьдесят тысяч. Вот как-то так. Я его даже не заметил. Я радовался вот каждой копейке, можно сказать, на протяжении всего пути. Потому что вот если вы потом в конце пути сядете, достанете миллион долларов, вот вы сели на кровать, поставили перед собой сумку с миллионом долларов, вы не будете радоваться этому миллиону, не будете. Потому что вы кайфовали на протяжении всего пути. И этот миллион вы заслужили, вы тогда радовались. А сейчас ну миллион и миллион, да, ну что с него взять? Ну вот просто миллион. Я об этом нюансе очень давно говорил, снимал об этом видео, что вот когда обычный человек ставит себе цель, например, в миллион долларов, эта цель для него находится просто в космосе, в космосе. А человек вот просто внизу, да. Я, кстати, себе не ставил цель прям миллион долларов в самом-самом начале, да. Я ставил себе цель там тысячу долларов, помню, потом десять, потом сотка. Это для меня, ну, вы должны себе ставить цели в заработке. Здесь не идет речь о том, что не нужно ставить денежные цели, потому что деньги и потом придут, да. Понятное дело, у меня была глобальная цель, но нужно ставить еще маленькие цели, да, вот сколько ты хочешь зарабатывать. Это очень важно. И вот, когда обычный человек, да, вот ставит себе цель, например, в сто тысяч долларов или в миллион, ну она настолько высоко, понимаете, какой разрыв. Человек зарабатывает там пятьсот долларов, триста долларов в месяц, да, и вот он себе ставит цель миллион долларов. И когда он идет к этой цели, он постепенно, да, этот разрыв сокращает. Вот у него сто тысяч долларов, вот у него двести, триста, пятьсот, и вот он доходит до миллиона, и он сравнивается с этой целью. Все, он с этой целью на одном уровне, и все, он не радуется этому миллиону. Он на одном уровне с этим миллионом. Миллиардеры не радуются каждому миллиарду, для них это нормально. Это все равно, что вы, например, радовались бы десяти долларам. Вы же не радуетесь десятке, потому что для вас это нормально. Или, например, кто-то не радуется тысяче долларов, потому что он на одном уровне. А вот если бы этот миллион свалился на голову человеку завтра, человеку, который находится на отметке в тысячу долларов, он был бы счастлив, он бы места себе не находил, он бы так радовался, потому что какой был разрыв, и он резко сократился. А так вы постепенно, постепенно идете к своей цели, вы сравниваетесь с этой целью, и все, и вы уже не радуетесь миллиону долларов. Понимаете, это для вас нормально, вы постепенно к этому идете. Поэтому, если кто-то думает, что будет радоваться миллиону долларов, не будете вы радоваться миллиону долларов, вы будете радоваться, когда вы будете идти к этому миллиону. Поймите это. На моем пути к миллиону долларов столько произошло всего, да, я впервые там начал путешествовать, я впервые там начал ходить в дорогие рестораны, я просто кайфовал от жизни. А если передо мной положить сейчас миллион долларов, ну я вообще не буду от него кайфовать. Да, классно, но это наслаждение не сравнится с тем наслаждением, да, с тем жизненным циклом, я же проходил, я столько нового узнавал, я столько нового пробовал, да, когда вот шел к миллиону, разные там развлечения, разные поездки, разные отели, дорогую там одежду, которую я раньше не мог себе позволить, понимаете, в этом весь кайф. А если перед тобой гора из бумажек, ну ты не будешь ей радоваться, поймите в это, вы будете кайфовать на протяжении всего пути, поэтому, друзья, я считаю, что вот фраза путь или результат, это неправильная фраза, так говорить нельзя, например, какой-то там изобретатель 10 лет изобретал продукт, и вот в один прекрасный день он его изобрел, все, крутой продукт, этот продукт произвел там фурор. На рынке, все, да? Ну нельзя сказать, что важнее, один день или 10 лет. Без этих 10 лет он бы не сделал этот продукт. Что важнее, 1% или 99%? Без этих 99% усилий он бы не создал этот продукт. Понимаете? Может быть, через несколько лет я буду по-другому рассуждать, может быть, я по-другому пойму этот вопрос. Но вот на свой возраст, на свои года я пока так понимаю этот вопрос. Это мои рассуждения. Вы можете быть со мной согласны, можете не согласны быть со мной. Пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Короче, на этом буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал Инстардинг, если еще не подписаны. Подписывайтесь на другие мои каналы. Все ссылочки в описании. Всем желаю здоровья крепкого, благополучия, любви, счастья и, конечно же, финансового процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok